Всем доброго времени суток! Вы смотрите новости в эфире городского телеканала ЮТВ. С вами Юлия Боровикова. И в ближайшее время я и мои коллеги расскажут вам о самых важных и интересных событиях сегодняшнего дня. А теперь коротко тема выпуска. 2 февраля исполнилось 75 лет со дня победы в советских войск в Сталинградской битве. В УГУ пройдут публичные лекции. Оренбуржцам рассказали, как привлечь деньги. Об этом и многом другом далее в выпуске. 75 лет со дня победы советских войск в Сталинградской битве 2 февраля армия вермахта потерпела сокрушительное поражение. По всей стране проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню воинской славы России. Какой вклад в победу внесла Оренбургская область? И что вспомнил о войне сын полка? Узнали мои коллеги. Час назад умер Емельянов Володя из Башкирии. И я, Дигин Василий Николаевич, остался один. Фашисты ведут жестокий минометный обстрел. Я ранен, и мне не прожить долго. Ночью оставшиеся в живых из роты перебежали к фашистским гадам. Но кара их все равно настигнет. Я остаюсь на этом месте. Умру, но не сдамся врагам. Сообщите моей жене Ане Федоровне в Чкаловскую область, что я как только мог защищал родину. Мы все равно победим. Отомстите за меня, ребята. Летом 16-го года наши друзья из города Волгограда сообщили о том, что в предместе села Орловка была обнаружена предсмертная записка и останки двух бойцов. В записке говорилось о солдате, уроженстве Оренбургской области Дигине Василия Николаевича, который, находясь возле села Орловка, был убит. Нашли родственников. Василий Николаевич не проживает в городе Оренбурге. Нас очень сильно обрадовал тот факт, что люди оказались очень отзывчивыми. Они помнили своего героически павшего предка. Были на месте раскопок, на месте его гибели. Участвовали в торжественном перезахоронении его останков. В торжественной обстановке нам был вручен посмертный медальон с этой посмертной запиской. Для нас это было полной неожиданностью. Было большим потрясением. Конечно, чувство гордости испытали все, включая и моего самого младшего сына, которому всего 5 лет. На семейном совете мы приняли решение о том, что эту записку передадим в Губернаторский и Кривический музей. Мы помним, гордимся нашим прадедом. Найти подобные записки с именными данными после Сталинградской битвы сейчас не так просто. Их прятали специальные жетоны, которые чаще всего оставляли пустыми. Тот самый жетончик, в который наши солдаты клали записочку. Фамилия, имя, отчество. Очень часто эти жетоны, когда находят, они пустые. Считалось, что не нужно заполнять эту записку, что это может привести к смерти. Поэтому сейчас очень часто находятся они пустые. Сталинградская битва изменила ход Великой Отечественной войны. 200 дней и ночей люди провели в беспрерывном огне. Самое кровопролитное сражение в истории человечества. Погибло более 2 миллионов человек. Значимость этой битвы до сих пор даже трудно оценить. На самом деле, даже в самом сражении под Сталинградом участвовали войска. И итальянские, и румынские, и венгерские, и финские, и словацкие добровольцы. Фашистские войска перешли до 19-го, 20-го августа. И 23-го, 24-го августа подошли к Сталинграду. И началась фаза тех самых боев. В основном, которая известна всем, кто касается нашей истории. Это именно бои в самом городе Сталинграде. Николай Антонович Осовидный попал в Сталинград еще мальчишкой. Он отбился от семьи и вышел на железнодорожную станцию. Прицепился к товарному поезду, который разбомбили. И 12-летний Николай оказался в центре ожесточенного боя. Бомбежкой не прекращали ни одной минуты. Одни отлетают, другие прилетают. Рупов, махуйма. И тут патрули сразу же военные, оруженные. Стучат, стой. Ну что? Откуда ты взялся? Я говорю, вот так и так. А где родители? Ну, родители, говорит, забрали на фронт. Пойдешь в училище связи тогда. А я был тогда еще маленький, 37 килограмм вес. А я говорю, а там кормят. Это я пить хочу. Воды я трое суток, я не пил, где ел, ничего. После того, как фашисты вышли к Сталинграду, училище связи больше не существовало. Николай решил спрятаться под плотом на берегу Волги. Река горела. Там его нашли связисты и взяли с собой. А советный попал в 62-ю армию Василия Чуйкова. Командир приказал беречь парня. В день разгрома советскими солдатами немецко-фашистских войск В Сталинградской битве Николай прибежал посмотреть, как выводили пленных из подвала Сталинградского универмага. И когда пленили Паулюса, он с универмага вышел, как победитель. А меня командир сказал, ты суд на аппараты, ты на аппараты. Я не выдержал. И он предупредил о том, если вдруг ты убежишь туда, то меня накажут. Командир говорит, я тебе сказал, потому что и предупредили, ты не выдержишь, ты за командира, то я мог сделать это. Автомат взять, прострочить 32 патрона и топ душу подвел. Но я этого не сделал. В Сталинграде Николай Антонович получил самую дорогую память медаль от командира за Сталинград. После войны нашлась семья, которая эвакуировала с Ворск. Сегодня в Оренбуржье проживает 40 участников Сталинградской битвы. Наши земляки мужественно защищали родину. Оренбургская область помогала Сталинграду всем, чем могла. Даны, что с 1941 по 1943 год было мобилизовано 8656 девушек. Именно девушек. Сюда были эвакуированы заводы. То есть мы поставляли и детали для военной техники. Все помогали как могли. Сельское хозяйство помогало картофелям. Заводы помогали деталями. Жители, население помогало теплыми вещами. Собирали деньги. Сегодня молодое поколение пишут письма в будущее, в которых говорят о Великой Отечественной войне. Все о том, что война – это что-то важное. Война – то, о чем нужно помнить, знать, миллион людей. И я сейчас говорю не как ряда про Великую Отечественную, а вообще любую. Чтобы они чутили память Отечества. Никогда не забывали этот подвиг советского народа. Поколение постарше тоже помнит о Великом подвиге. Сергей Краснов стал поисковиком пять лет назад. Он помнит, как впервые оказался под Сталинградом на вахте памяти. Мы радовались любой найденной гильзочке, любому артефакту, который мы находили. И гордились мы это все складывали, показывали друг друга. Радовались хоть таким находкам, которые мы находим. Первый раз мы участвовали в захоронении 872 бойцов. Это было очень такое запоминающее событие, которое у меня осталось в памяти. По данным Волгоградской книги памяти, только одних сталинградцев, погибших и пропавших без вести, насчитывается почти 200 тысяч человек. Наши поисковики нашли около 40 бойцов под Сталинградом. Конечно, точно нельзя установить, какое количество бойцов еще осталось на полях сражения. Но мы совершенно знаем по тому количеству безвозвратных потерь. Но есть те, которые считаются до сих пор пропавшими без вести. Поэтому этот список очень большой. Официальные данные, они колеблются до нескольких миллионов. Поэтому сказать, что работы по поиску и солдат пропавших без вести, они будут продолжаться еще не один десяток лет. Согласно опросу в ЦИОМ, 55% россиян считают, что Сталинградская битва стала решающей в Великой Отечественной войне. 2 февраля 1943 года историческое сражение под Сталинградом закончилось полной победой наших войск. Я ходил, только плакал. На Мамайку уже туда-сюда. И похоронен мой командир, Василий Иванович, похоронен. После войны город очищали от трупов, мин, разбитой военной техники и мусора. Сегодня в Волгограде стоит историко-мемориальный комплекс, который хранит память о своих героях. Екатерина Роженко, Олег Берендеев, Максим Морарь, городской телеканал ЮТВ. Военную технику времен Великой Отечественной войны оренбуржцы смогут увидеть в уменьшенном масштабе. Выставка «Сталинградская битва. Вечная слава России» собрала более 130 экспонатов. Это авиационная техника, авто- и бронетехника, флот. И номинации в разделе «Отстоим Сталинград» – это различные диорамы, посвященные периодам обороны Сталинграда. Есть номинации образцы вооружения, стрелкового вооружения, которые наши бойцы сражались с немецкими захватчиками. Работы выполнены руками воспитанников кружков и секции дополнительного образования. Экспонаты собирали со всей области. Несколько прислали школьники из Казахстана. Над некоторыми моделями ребята трудились по несколько лет, изобретая свои детали. Я его делала три года. Фара, которую мы заменяли, мы ее заказывали в интернете. Она сделана в точности как реальная фара. В ней есть отражатель и лампочка. Я узнаю много информации про технику и думаю, да, встану конструктором. Здесь надо и знания, умения, опыт, навык. Мало того, надо знать еще и документы. Без исторической новой информации это просто невозможно, да и смысла нет работать. Выставка «Сталинградская битва. Вечная слава России» будет проходить в Оренбурге в течение двух недель. Увидеть экспонаты может любой желающий. Совершенно бесплатно в Татищевском зале комплекса «Армада». 3 февраля в Оренбурге торжественным маршем пройдут 2500 студентов. Шествие завершится митингом памяти героев Великой Отечественной войны в парке «Салют Победа». На время марша в центре Оренбурга перекроют несколько улиц. С 11.00 до 11.45 перекроют перекрестки улицы Советской с улицами Пушкинская и Краснознаменная. С 11.45 до 12.45 проезд будет запрещен по улице Кирова на участке дороги от Пролетарской до Чечерина. О научных вещах доступным языком в Оренбургском госуниверситете уже в пятый раз пройдут публичные лекции для горожан. Цель проекта не только дать участникам полезную информацию, но и заинтересовать в получении новых знаний. Читать лекции будут преподаватели ОГУ. В этом году заявлено 4 лекции. Тематика направления – это прежде всего физика, это география, это медицина и экономика. Лекторы весьма уважаемые люди и нам кажется, что этот проект, эта акция очень интересна, она востребована, поскольку с каждым годом количество желающих поучаствовать в публичных лекциях увеличивается. Ежегодно в акции принимают участие порядка 500 человек. Послушать ученых и задать свои вопросы могут даже гости города. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте университета. В том-то и смысл всей акции, что мы стараемся в научно-популярной форме довести для, как мы говорим, рядовых, не специалистов в той или иной области знаний. В частности, лекция, которую прочту я, называется «Цифровое общество. Экономика, государство и этика». Безусловно, тема очень актуальна, мы можем наблюдать, то есть мы все слышим, что такое цифровая экономика, а что же за этим стоит. Перед началом лекции горожане смогут ознакомиться с научно-техническими разработками преподавателей и студентов. Выставка откроется 3 февраля в 10 часов утра по адресу улицы Проспект Победы, 13. Подробности смотрите на сайте ОГУ. Оренбуржцам рассказали, как привлечь деньги. С тренингом о финансовой грамотности наш город посетил знаменитый коучер Диана Щербанская. О секретах финансового успеха узнавала Наталья Богданова. Навык взрослого человека – иметь представление о ценности своего труда и о своей деятельности. Деньги могут идти легко во второй век и пытаться перетащить вас вот сюда. Диана Щербанская уже больше 20 лет проводит тренинги по достижению успеха. Ее аудитория – как крупные предприниматели и работники компаний, так и рядовые менеджеры. В Оренбург коучер привезла авторский тренинг «Роман с деньгами» или «Игры, в которые играют деньги». Когда я рассказываю о деньгах, я хочу, чтобы люди из зоны тревоги, страха, неуверенности в себе перешли в зону спокойствия, уверенности в себе. Я знаю, что это не всегда просто. Иметь свое достоинство, уважать себя, ценить других людей. Ты можешь иметь очень много компетенций, быть великолепным специалистом, но у тебя не может идти какая-то энергия денег, потому что ты что-то в себе не проработала как личность. И, кстати, об этом вот завтра тренинг Дианы Щербанской. Тема, о которой сегодня говорили, очень близка. Когда увидела название и тему тренинга, у меня даже не осталось сомнений. Я сказала, что я хочу пойти. Оно же мышление-то материальное, поэтому мысли материализуются, поэтому можно при помощи тренингов как раз и притягивать творительные эмоции. Тема достижения успеха путем изменения своих мыслей продолжает набирать популярность. В Оренбурге тренинги для представителей бизнес, сообщества и простых горожан, которые хотят улучшить свою жизнь и жизнь своего города, стали проходить регулярно. Информацию о коучерах, которые будут посещать Оренбург в ближайшее время, вы сможете узнать на нашем телеканале. Наталья Богданова, Александр Грачев, городской телеканал ЮТВ. На этом у меня все. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте utv.ru, а также в нашем новом приложении у Фанет ТВ, которое вы можете скачать в Сапстор или Гугл Плей. Если у вас возникли вопросы, звоните по номеру 09388. С вами была Юлия Боровикова. Оставайтесь на ЮТВ. Субтитры создавал DimaTorzok